Очередной понедельник и очередной выпуск топ инди-трейлеров за прошлую неделю. Я отобрал пять самых интересных, на мой взгляд, анонсов и расположил их в порядке каком... Правильно, от наименее интересного к наиболее. Неделя была жаркая, она принесла нам презентацию Sony и игр, которые выйдут на PlayStation 5, Future Gaming Show и PC Gaming Show. Посмотрел всё и был удивлен количеством инди-тайтлов. Кое-что могло бы оказаться в моём топе, ибо интересные анонсы были, но я не вижу особого смысла включать их сюда по двум причинам. Первая, уже и так все их видели. Вторая, анонсов и помимо презентаций тоже хватает, и выбрать, на удивление, в разгар лета было из чего. Посему это видео будет сосредоточено на играх, которые не показали в ходе этих трёх шоу, только одна из них попала в мой топ. Кстати, напишите в комментах, как вам презентация Sony. Поясните за дизайн приставки и за игры тоже. Ну и как обычно, расскажите, что закинули в свой список желаемого из представленного в топе. Все ссылки на игры, как обычно, в описании. Пятое место. No Place for Bravery. Как уже не раз говорил, не люблю фэнтези, но трейлер этой игры должен был оказаться в топе. Хотя бы из-за просто бомбового визуала и оригинальности локации игры, показанных в нём. Отличный пиксель-арт имеется, а также создатели обещают напряжённую экшен-РПГ с крутой боевой системой и нелинейным сюжетом, в котором игроку придётся принимать не самые простые решения. Субтитры создавал DimaTorzok 4 место. For Closed В этом стилизованном под комикс экшене от третьего лица, разворачивающемся в дистопичном киберпанковском мире, вы человек, у которого корпорация отняла личность. Теперь вы должны вернуть её и отстоять свою свободу. Делать это придётся при помощи всякого крутого высокотехнологичного оружия, навороченных киберимплантов и сверхспособности вроде телекинеза. Игра заинтересовала странным подходом к визуалу. Вместо мрачного неона в темноте города, тут используется достаточно тёплая и светлая цветовая палитра. Ну и, конечно же, история тоже достаточно любопытна. Будет интересно посмотреть, чем она закончится. Продолжение следует... Продолжение следует... 3 место. Main Assembly Слоган этой игры «Если ты можешь что-то представить, значит способен это создать». Здесь можно будет сконструировать что угодно. Автомобили, роботы, самолёты, всякие кибернетические животные. А потом пустить их в ход, круша всё подряд и взрывая дерьмо вокруг. Ну и другие активности вроде гонок и всяких разных челленджей тоже никто не отменял. Мне нравится позитивный настрой, который сообщает трейлер. Похоже, веселье – это главная цель игры и само по себе это вызывает большую симпатию к ней. Обязательно ознакомлюсь, чего и вам советую. Второе место. Key Locker. И ещё Киберпанк. На этот раз пиксельный и выглядящий довольно странно за счёт этой специфической отрисовки перспективы. Ещё более странно то, что источниками вдохновения для игры послужили Super Mario RPG и Chrono Trigger. И в довесок к странностям это ещё и ритм игра, совмещающая в себе пошаговую и реалтайм боёвки. Главная героиня – девушка-киборг-музыкант, похожая на Алиту, которая борется с системой и взламывает сервера в мире, где нет музыки. В общем, ни слова больше, это настолько странно, что я уже хочу поиграть. Субтитры создавал DimaTorzok Первое место. Сейбл. В этой игре вы управляете девушкой, которая путешествует по пустынной планете, исследуя древние разрушенные монументы и другие следы исчезнувшей цивилизации. Через это путешествие авторы обещают рассказать личную и трогательную историю главной героини, её семьи и взаимоотношений в ней. На первое место этот трейлер попадает за просто сногсшибательный визуал, напоминающий авторские комиксы. Очень надеюсь, что открытый мир этой игры будет таким же впечатляющим и необычным, как и её внешний вид. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok